значит я крышку загрунтовала нашей белой краской дюлокс который марина вчера рассказывала можно любой акриловый грунт какой вы там используете и перевела картиночку которую я вам показывала да еще раз картинку показываю перевела ее через копирку причем вот вы видите тут на картинке у нас как бы два ряда минаретов есть ряд темный как бы тень до светлого и ряд светлый мы переводим и тот и другой то есть нам оба ряда нужны и мы переводим вот эту вот волнистую линию одну какую-то основную которая вот здесь проходит внизу вот это нам нужно перевести через копирку можете для удобства чтобы не смотреть все время на картинку да на те домики которые у нас темненькие поставить себе крестики дальше чтобы вот на все темные места которые у нас чтобы случайно потому что мы по-разному будем декорировать белые минареты и темные минареты мы должны на весь вот этот второй ряд минаретов нанести сейчас клей для потали я пользуюсь как и марин вчера вот этим клеем для потали ferrario очень удобно что он розовенького цвета потому что мне будет видно да что все ли я намазала начинаем вопрос про кисточки после клея я мою мылом и горячей водой отмывается по моему не знаю марина вчера жаловалась по-моему отмывается замечательно под горяченькую водичку и прямо кусок мыла мылю мылю потом губочкой тихонько под водой опять стираю и все хорошо отмывается у меня есть вот такая вот да она тут со всякими вкраплениями вытаскиваем вот она такая пятнисто леопардовой да с окислением с такими зеленоватыми и сейчас еще чуть-чуть такой потемнее она такая более медная так я начинаю накладывать эту поталь на те места куда я мазала куда я наносила клей до тихонечко пока просто тихонечко разравниваю чтобы какую-то какие-то лишние я могу сразу на что-то еще положить жесткую кисточку да сначала я этой кисточкой просто еще раз прохожусь как бы разглаживаю поталь просто разглаживаю чтобы она приклеилась как следует на те места на которые нужно а потом а начинаю вот такими круговыми жесткими движениями убирать все лишнее до чтобы у меня осталось только то что я мазала жесткими движениями вот так вот прям стираем стираем если видим что-то лишнее но я уже вижу что тут чуть налипло лишнего но мы потом это все будем выправлять контур сейчас мы все это чуть-чуть кое-где лишнее у меня налипло хотя вроде бы и клеем-то не мазала сейчас я чуть-чуть стряхнул этот второй ряд весь у нас поталивает так как у нас тут такой мираж он не бывает значит ночным да это у меня называется ночной мираж такой мираж на закате флуоресцентный красный флуоресцентные цвета обязательно нужны вот я так считаю да тем более в этих восточных работах теперь флуоресцентный оранжевый сейчас сначала с флуоресцентными разделы все выкладываю на тарелочку желтый флуоресцентный такой такой светленький желтый так кладу побольше вот такую красоту выкладываю так теперь давайте какие-нибудь зелененькие оттеночки зелененькие не знаю сейчас все ли нам пригодится то что место тут собственно мало но потом чуть попозже точно пригодятся все краски вот сейчас зеленый такой темный изумрудка налью это те краски которые флуоресцентные они более густые а вот эта краска изумрудка например это все фирма декола я их люблю декола вот эта изумрудка она например глянцевая она более жиденькая более удобная в работе вот это светло-зеленая декола тоже она флуоресцентная тоже сейчас положу пригодится нам это уже ладога цвет называется синий он такой темно-синий я бы сказала ультрамарин это уже поликолор тоже я люблю так как мне много надо я покупаю вот этот поликолор там тут достаточно большая банка бирюзовая да бирюзовый такой турецкая бирюза он называется правда мятный для меня он больше такой берет такой турецкая бирюза довольно таки светлая фирма каденс очень красивая очень такой пигмент сильный то есть он прямо перебивает все чуть-чуть есть называется вам цвет баклажан тоже каденс каденс очень красивые есть цвета красок и очень сама краска себе хорошая так теперь обязательно черный цвет тоже каденс у меня на принципе черный не важно еще знаете какой вот такой тоже есть каденс у меня такая краска он такой не знаю как цвет называется киви да он такой я бы стал гороховый оттенок на всякий случай не уверена что все мы будем использовать все краски но сразу скажу что это будет как бы подложка то есть этим мы не ограничимся не то что мы сейчас вот как их покрасим так они и будут это первая серия до первая серия того что мы будем делать с передним рядом минаретов для меня небольшая для вас вы можете взять по поменьше да если там опасаетесь и теперь работать мы с вами будем быстро сразу предупреждаю нам нужно чтобы краска не успела высохнуть чтобы получались более-менее плавные переходы цветов я начинаю вот с более темного цвет баклажан да и иду стараюсь быстрыми мазками и так как мы цвета будем чередовать не делаем вот одинаковыми полосками я могу вот здесь вот взять каком-то месте и вдруг пойти этим цветом чуть наверх и и и да вот так вот получилось пока это вот в таком виде что я забыла сделать тут вот не страшно да вот я вижу что здесь где-то вот всякие тут такие пробелы это как раз закроется контуром и все эти линии будем обводить контурами кисточкой обычно мы наносим губкой но вот здесь в данном случае я покрою шелаком сейчас всю-всю-всю поталь быстренько тонким слоем сохнет он очень быстро так как лак спиртовой такая кисточка который я собственные минареты эти красила и беру еще кисточку потоньше тоненькую в которой мы будем пробираться вот труднодоступные места просто плотно-плотно закрываем сейчас это все черной краской то есть фон у нас здесь будет черный мы подходим черным ничего не оставляем белого а потом когда я уже буду наносить пасту то я чуть-чуть краешек черный оставлю для контраста чтобы вот к нашим этим цветным миноретом подходил черный цвет да чтобы такой был контраст между землей и небом беру баклажанчик и плотненько ничего не боясь нам понадобятся наши краски вот эти цветные нам понадобится либо кусочек какой-то картонки об которую мы будем вытирать кисть опять же тряпка да потому что нам нужно будет краски разные а кисть вот такая вот одна поэтому придется вытирать кисточку мы не сможем все время ее мыть воде потому что нам вода вообще не нужна так и мы берем трафарет любой орнаментальный я беру у меня трафареты ну кто видел тот знает вот такие уже красивые потому что они все уже в этих красках я беру трафарет и накладываю и накладываю вот сюда на часть на часть минаретов надо помнить что что во первых мы сейчас будем наносить краску на трафарет нам надо только чтобы это попало на покрашенные нами трафарет то есть не на поталь а вот на эти вот которые мы покрасили с вами разными цветами вот туда мы должны нанести орнамент с помощью трафарета и кисточки причем как мы это делаем мы смотрим какие у нас там попадаются цвета на темные цвета данном какие-то фиолетовые там вот такие темно зеленые мы наносим светлую светлую краску трафареты она более светлые мы наоборот наносим темные значит нам важно что чтобы кисточка которой мы набираем краску она была практически полусухая потому что если у нас будет много краски то во первых она будет прилипать к трафарету и поднимать этот трафарет он будет за нашей кистью подниматься а во вторых лишняя краска может попасть под трафарет и хотя у нас тут не должен быть особо четкий рисунок да но тем не менее когда будет какая-то клякса не очень хорошо снимаю об картон очку так чтобы почти было тоже пигмент очень сильный и начинаю не сплошь а вот в некоторых местах по темным краскам по каким-то вот по баклажану чуть-чуть я могу по фиолетовому даже по оранжевому чуть-чуть могу вот тут темно зеленый попадается по нему могу очень по темным цветам я давал такой вот березу березы могу даже взять чуть-чуть синего вот этой прям бирюзовой кисточкой вот ультрамарина да но только чуть-чуть его смягчить березу и вот прямо в нахлёст где у нас тут бирюза чуть-чуть рядышком главное мимо не мазануть вот тут вот я делаю так вытираю кисточку да вот прежде чем взять другой цвет вытираю кисточку так насухо она конечно будет все равно пачкать но так теперь что я могу взять какой цвет могу взять темно-зеленый вот этот изумрудный да опять снимаю об картон очку и вот тут вот кое-где все-таки мне хочется и оранжевый тоже оставить который у нас тут на мечетях на этих минаретах кое-где какие-то пробелы оставляю нам нужно чтобы чуть-чуть появился какой-то там какой-никакой орнамент снимаю сейчас покажу собственно ну даже видно вот лежа да какой-то появился рисунок это еще не конечный результат что будет с этим рисунком но какой-то рисунок появился это следующий значит промежуточный этап я беру трафарет перекладываю дальше трафареты будем накладывать и вот на эту синюю часть здесь тоже будет все вот это наше небо будет сделано таким же образом нужно только трафаретить синюю часть на баклажан мы не заходим раз вот такая не единственное неудачное что в этом трафарете тут вот это идет полоска но в принципе собственно и не важно то есть мы сделали пока у нас идет вот такой вот вот такой непонятный какой-то орнамент серединку мы тоже сейчас закроем серединку я кладу этот трафарет накладывают тем рисунком ну таким вот который мне хочется да вот тут самый такой центральный какая-то штучка сейчас мы берем с вами трафарет который я буду использовать для нижней части это вот такой на это бородчи тоже я люблю этот трафарет он такой как крыки лючек у нас такая будет нижняя часть мы стараемся ее уложить как-то так что практически все закрыть все что нам нужно будет трафарет но есть какие-то кусочки останутся неважно единственное что старайтесь делать не до когда самого края до чтобы какой-то черный ободок при подходе к минаретом остался значит мы будем использовать структурную пасту вио декор миво декор вот такая структурная паста два цвета но я можно и один ну просто у меня здесь студии 2 она с блестками 1 такого рыжего цвета 2 коричневый а блестки у них золотые сохнет очень быстро собственно поэтому мы ее сейчас и будем использовать наш она быстро высохнет беру коричневый коричневый цвет набираю на мастихин набираю на мастихин и чуть-чуть пока просто раскладываю по нижнему краю контур точнее я пользуюсь контурная паста для реставрации таир до золотого цвета я просто больше люблю контурную пасту поскольку опять же она быстрее сохнет и что мы с вами делаем мы сейчас будем обводить каждый элемент вот этого трафарета для того чтобы это было больше похоже на какой-то такой орнамент который сам по себе а вовсе не трафаретный причем обводим мы так как здесь нету такой вот четкости как если бы мы делали пастой мы даже можем что-то от себя сделать что-то там какой-нибудь квадратик скруглить треугольничек наоборот заквадратить то есть быстрыми движениями мы вот таким вот образом сейчас таким вот образом проходимся по всему орнаменту вот эти даже точки которые сделаны контурной пасты именно они контуром они когда вот так приподнимаешь работу они очень объемными смотрятся а когда вот лёжа работу делаешь их практически кажется чуть не видно но вот такая вот должна получиться эффект вот такой то есть у нас вот такое орнаментальная небо значит что дальше что дальше мы можем сделать мы можем то же самое сделать уже на наших этих мечетях но нам важно не вляпаться да вот это еще не высохло сразу поэтому на весу то же самое вот все какие мы видим тут вот эти вот элементы трафарета мы их не боясь то что внутри на мечетях да вот смотри прям вот это берем и каждую разу я понимаю точно так же какие-то там совсем мелкие мы можем их вообще в расчет не брать потому что у нас сейчас еще окошки тут появятся а вот такие какие-то значительные и то что нам хочется да мы их обводим даже там где вот у нас вот тут вот нарисую внизу у нас темные вот эти места и вот это то что черное осталось над нашей пасты которые мы наносили то же самое марина не пропускаем и делаем только давай не равномерно внизу побольше а здесь расходимся порежу то есть точки все равно опять ставим точки золотые внизу в самом которые где около пасты мы делаем часто а повыше они поднимаются более редко да ну просто вот такой просто цвет черный мы не оставляем я прямо так люблю прям и вот здесь вот стукает да ты старайся даже не не нажимать а просто когда долбишь им вот этим контур ну правда вот так вот прям тюкаешь как-то невысоко художественно звучит и он все равно выскакивает и выскакивает такая не жирненькая . обвожу контуром не очень тонко должно быть довольно таки толстенькая линия обводим сначала давайте ряд да любой можно сразу мне как бы все равно может кому-то если сложно сначала ряд который подаливай мы должны с вами сделать что мы должны обозначить вот эту линию баклажанового цвета да мы ставим обводим ее точками то есть верхняя и нижняя линия должна видно там на экране я ставлю довольно таки крупные точки потому что внутри у нас будет много мелких точек поэтому вот эту линию вот ее я обычно закривляю я это не могу чтобы это ровная линия у меня пошла мне надо куда-нибудь вильнуть точками выделяю у меня есть квадратные стекляшечки это из них мы будем делать окошки но это когда подсохнет контур у нас вот тут на 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 минаре передних а сейчас вот здесь на сейчас мы давайте с вами сделаем черное вот это небо там у нас мы сразу нанесем приклеим несколько страз стразиков 5 6 7 ну в общем ладно ставлю сейчас несколько точек до на тех местах на каких мне хочется посадить стразики прям совсем чуть чуть даже вот много берем прижимая даже если клей вылезет он будет прозрачный когда мы их приклеили мы берем опять же контур золотенький прям точка к точке близко близко если у вас не контур а контурная паста то прям точка к точке потому что контурная паста она не сливается она вот как встала рядом точечка к точке так она и будет она не меняет свою структуру да она не растекается так теперь мы делаем на этом черном фоне несколько крупных но вот таких вот до точек золотых немного тоже приблизительно столько стук сколько стразов да то что все будет заполнено мелкими точками но должно быть несколько и крупных не забываем что у нас есть еще вот эти промежутки между и теперь есть цвет называется королевский пурпур это контурная паста она дает мелкие точки такой вот бордовый металлик значит ставишь вот так вот то есть мы сейчас должны все это черное испещрить просто инкрустировать точками здесь должны быть вот такие красные золотые мелкие и мы возьмем вот такой вот фиолетовый с глиттером да чтобы он блеск тоже давали это в последнюю очередь этот глиттер пока мы испещряем вот у нас первая серия смотрите точки должны быть мелкие да вот видно и и частые вот таким вот образом быстрыми движениями я ничего не нажимаю сейчас эти работу мы ничего не давим вот это контурная паста вот когда мы стукаем она прям сама выходит я ничего даже не надавлю вот с такой частотой я покажу часто пока марина делает это я с такой же частотой наношу золотые точки только уже мелкие то есть мы сейчас все вот такими быстрыми движениями часто часто должны заполнить разноцветными совершенно точками никакой точечной росписи все в полная свобода действий ну может точками рисуточками но у нас никакой правильности нету то есть вот как звездное восточное небо у нас остался контур с глиттером вот этот вот нет не этот фиолетов вот с ним надо быть поосторожнее им так не постучишь а контур с глиттером он сохнет гораздо дольше да вот этот вот то есть я нажимаю сначала чтобы как но изображение чтобы как из шприца вот чтобы я увидел что у меня в носик поступил этот и потом сейчас первая точка наверняка будет жирненькая я начинаю наносить вот эти он когда высохнет да вы знаете этот с глиттерами он вот эта жидкость из него уйдет и там останется только вот этот вот такой вот фиолетовый как бы отблеск ты марина можешь пока марине мы пока дадим задание заполнять пространство вот этой вот баклажановой дуги чем там у нас идут золотые точки идут эти не идут значит золотые точки мелкие потом вместо красного вот этого пурпура мы берем контур либо бирюзовый либо зеленый но зеленый обычно там тоже берем почти бирюзовый и тоже будет контур с глиттером только синий я решила взять вот тот синий который мы не использовали с вами темно-синий цвет И сейчас просто красим торцы. Торцы всегда должны, на мой взгляд, быть темными, то есть темнее, чем сама работа, потому что тогда более яркими становятся все остальные цвета. Но сейчас просто даже смотреть особо не на что. Я просто плотно закрываю все торцы. И потом мы еще даже здесь вот с внешней стороны чуть-чуть пройдемся губочкой, затемним края, потому что у нас все-таки с вами ночь, ночной мираж. Вот. Поэтому я особо даже не боюсь. Чуть-чуть, если я задену на работу, это не так страшно, как если у нас останется тут вот белое. Прежде чем делать окошки, мне хотелось бы затемнить вот эту вот часть, да. Но контур еще жидковат. Поэтому я попробую, но боюсь, честно говоря. Потому что затемнить его обязательно надо. Иначе, во-первых, очень ярко это, а у нас все-таки ночь. Так, я беру битум, у нас остатки битумного лака Феррари, вот этого вот Феррарио. Снимаю его, почти веся в картонку. То есть кисть сухая должна быть. Сейчас я боюсь, что я размажу контур. Ну, как мне быть, не знаю. Так, и начинаю. Чуть-чуть затенять, да, вот это вот наши цветные. Хорошо бы попасть вот на контур, да, вот эту линию контура затемнить. Чуть-чуть затемнить и сами цветные вот эти минареты, чтобы они стали такие, вот такие ночные, спокойнее. Но боюсь размазать контур. Поэтому на контур не очень сейчас попадаю, но вообще надо. Но хотя бы затемняю вот эту вот часть, чтобы у нас получился все-таки вечер-ночь. Ну, вот так вот, если, да, тут видно, что чуть-чуть оттенилось. Но пока у меня даже еще и торцы в краске, поэтому не очень я могу показать. Но потом увидите. Больше я пока не буду, а то я сейчас начну давить контур золотой. Беру стекляшку, беру чуть-чуть клея на палочку. Чуть-чуть клея достаточно. Вот капельку я ставлю сюда, да. Чуть-чуть. Так, куда мы? Давайте. Давайте вот сюда. И сильно прижимаем. Положила, сильно прижала. Потом еще будем обводить. Пока просто раскидываем, где у нас будут окошки. Что касается минаретов, я выбираю узкие стекляшки. Да, вот. Сейчас. Вот такая узенькая у меня есть стекляшечка. Это пойдет для минаретов. Опять же, повторяю, на минаретах окошек нет, но у нас они будут. Кладу. Сильно прижимаю. Нажимаем. Мы закрываем вот эти края наших стекляшек контуром. То есть я контур веду прямо вот по этой острой части. Пусть они где-то кривые, да, у нас окошки эти. Не важно. Обозначаем саму форму окна. И плюс закрываем острые края. Ну и делаем все-таки как окошко. Потому что вот это стекло сразу оно и заиграет. Ну и как бы картинка сама будет колоритней. Так, взяла губку. Не люблю маленькие кусочки. Совсем такая половиночка от губки. Беру темно-синюю краску. Даже замешиваю ее пополам с черной. Снимаю от тарелочки, да, часть. Чтобы была такая полусухая. И прохожусь по торцам легкими движениями. Вот так вот с заходом, да. Главное, чтобы вот этот край у вас не касался, да, чтобы не получалось полоски от центральной части губки. Вот так вот, как Марина вчера говорила, с расширением на уголочках. На уголочках чуть пошире. И даже здесь вот на пасту тоже попадаю этим синим цветом. чтобы всю эту картинку сейчас объединить. Черный смешиваю с темно-синим. Смотрим издалека. У нас вот все равно я как-то вижу по-дурацки. И все опять у меня зависло. Давайте приближаю по чуть-чуть. Да, получилась вот такая. Она красиво выглядит на самом деле. На экране, как всегда, мне не нравится. Ну ладно. Такая у меня внизу получилась шкатулка. Здесь, собственно, ничего. Да, опять те же краски. Я использовала специально, чтобы ничего нового. Те же краски с переходом цвета. Вот прям полосками. Да, от фиолетовой, фуксия, оранжевый, желтый, светло-желтый. Опять же, точки. Опять же, точки. Использовала вот тоже трафарет, который декорите. Сейчас скажу какой. Такой прям восток. Вот на востоке все эти вот эти, да, вот такие вот типично их орнаментальные вот эти штучки. Смотрите, сколько дырок, да, и мало перепонок. Липкий весь. Очень хорошо клеится. Очень красивые, вот получается, на мой взгляд, красивые вот эти штуки. Вот они восточные. Можно в серединку каждой тоже что-то, какой-то стразик или что-то, или камушек, или точку там контуром. Но я уж не стала уже извращаться. Донышко. То же самое. Донышко сделано просто трафарет целиковый, да, вот большие есть такие квадратные трафареты. Просто наложила поверх донышка, да, и красками, безо всякой уже обводки, контуром, потому что на донышке это не нужно. Вот, это будет мешать. Просто вот такой вот, вот такой потертый трафарет получился. Внутри тоже чисто символический, да. Вы можете туда сложить подарки. Ну, можете как следует там, я так на скорую руку вот перед вебинаром это все, как бы, сделала. Сейчас попробуем с вами накрыть. Ну, тут у меня торцы не очень, да, покрашены. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok